Речь пойдет, коллеги, о девушке по имени Ксения Собчак. Дело в том, что натальная карта Ксении Анатольевны известна точно по бирке, в смысле время. Я вам покажу ее подлинную натальную карту, ну и поскольку Ксения Анатольевна с каждым годом дает публике все более интересные, так сказать, моменты своей биографии, нам интересно, что же там такое происходит с Марсом. Ну, прежде всего, хочу сказать, что почему она так, в общем, все это себе позволяет, потому что она считает себя, она это и не скрывает, но себя, свою маму, Людмилу Нарусову, что президент им обязан. Что он был когда-то денщиком, так это раньше называлось, денщик, приказчик, денщиком ее папы. И что поэтому он ей обязан всем, поскольку, ну это она так считает, что Путин, ну не ей лично, а семье Собчаков обязан всем. И раз так, значит, я буду вести себя так, как хочу. Москва мой город и Россия моя страна. Ну, в общем, это во многом соответствует действительности, потому что на последних выборах, которые проходили в 2018 году, ей даже было позволено, если помните, обращали внимание, быть кандидатом в президенты России. Ну, понятное дело, что это больше так эрида была. Ну, никто всерьез не думал, что страна выберет Ксению Анатольевну. Но сам факт, она уже была кандидатом в президенты России. И может быть будет им еще. Это она перед встречей с Путиным, вся серьезная и деловая. Но меня интересует сейчас ее не публичная жизнь, а тема мальчики и девочки, тема Венеры и Марса. Давайте посмотрим. Особенно всплеск интереса к Ксении Анатольевне прогремел в сентябре этого года. 13 сентября она снова стала счастливой. Она вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. И то действо, которое было разыграно в центре Москвы, вот оно и послужило поводом для волны вот этой вот. Потому что они ехали к месту счастливой регистрации с женихом в катафалке. И она усаживает, я поясню, катафалка это специальное транспортное средство для перемещения, совершенно верно. Вот. Но она решила как бы, ну, расширить функционал катафалка. И это ее усаживают, да, невесту в катафалк. И прямо, причем они специально открыли вот эту вот заднюю дверь. Ну, чтобы, а то закрытая, никто же ничего не поймет. Вот. Подумают, ну, катафалка, катафалк. Вот. А так они уселись. И у них там была очень романтическая в катафалке вся сцена. Они ехали, ехали туда, чтобы их расписали в Грибоедовском загсе Москвы. Причем как-то маршрут был разработан так, чтобы все, кто в это время перемещался в центре города, ну, по возможности побольше проезжавших рядом, стали свидетелями и участниками этого праздничного действа. Перемещение в катафалке на собственную свадьбу. И вот они едут, лежат, и Ксения Анатольевна гладит его по голове и спрашивает, ну как, ты еще дышишь? А он даже не знает, что ответит. Ваши вены вам вскрывали, а этого в катафалк запихали. И повезли к месту счастья, да. Ну как, ты еще дышишь? Да я дышу, сам не знаю. Вот. И так вот в комфортной обстановке. Ну а чего же не дышать? Там же эту дверь заднюю-то открыли. Чего же не дышать-то? Они благостно и доехали до Грибоедовского, ну как, что же мы будем в Тимирязевском, что ли? До Грибоедовского, это центральный, ЗАГСа Москвы, где их официально расписали. Пару слов о женихе. Она, Ксения Анатольевна, вообще очень творческая личность, это я говорю без иронии, она ценит творческих людей и как-то особенно покровительствует людям искусство. И каждый раз ее покровительство выливается в то, что она надавливает на департамент культуры города Москвы. Ну кто же посмеет ей отказать, когда сразу будет сказано, не забывайте, кто я и что сделал мой папа, да. И делает своих протеже, требует им сразу выделить театр. Вот так вот, сразу. Так было с Кириллом Серебренниковым, который на ровном месте, не имея, не имея диплом физика у него. Правда, я сегодня говорил про Раневскую, есть люди, кто и без дипломов талантлив, но я не думаю, что это случай Серебренникова. С дипломом физика получает в центре Москвы государственный театр, он назывался раньше театр имени Гоголя, который теперь Гоголь-центр. Дальше, теперь Богомолов, ну что же, театр-то не дают, Ксения Анатольевна заставила, и он тоже получил собственный государственный театр, и тоже в центре Москвы, если я не ошибаюсь, он Ермоловой, да, имени, нет? Нет, не Ермоловой, значит, другой какой-то. Но в самом-самом центре Москвы он получил государственный театр. Ну, это так, чтобы, знаете, себя хорошо чувствовать. И вот они приехали в ЗАГС, они идут счастливые, довольные, все их фотографируют, а дальше сразу венчатся. Вы помните, я рассказывал об этом тонком моменте, что если ваши молодые, ну тут молодые не совсем уже молодые, а если ваши, да, молодые захотят сразу из ЗАГСа ехать в храм и тут же венчатся, то вы должны их как-то притормозить, потому что если они через три дня, а здесь так и получилось, решат расстаться, а брак венчанный, ну, в общем, как бы начинаются всякие нехорошие последствия. Но, Ксения Анатольевна, для нее это не аргумент, и поэтому они с Богомоловым сразу в храме. Как пошутил один известный священнослужитель, что теперь этот храм надо сжечь. Ну, чтобы не чистая сила... Нет, ну, из катафалка, коллеги, это же не просто так, там же все это же, как бы, взаимосвязано. Да, ну, это понятно, что это тоже шутка насчет сжечь, но храм-то оказался-то старинный храм Вознесения, где венчались самые выдающиеся... Кто венчался? Пушкин с Натали. И теперь у храма новая знаменитая пара. Пушкин с Натали уже не актуальны, теперь это Ксения Собчак с Богомоловым. Они тут же обвенчались, ну, а дальше грандиозное застолье с присутствием всех знаменитых людей столицы. Посмотрим ее, Натальную карту? Потому что, коллеги, это все, конечно, большой-большой пиар. Ну, сразу вам скажу, лунный день был 14-й по таблице, плохой. Плохой, да. И вроде бы уже, хотя они поженились, ну, сколько прошло, ну, 13-е сентября, а сегодня 8-е октября, меньше месяца. Якобы уже тоже все. Все. Они расстаются. Это после катафалка, после венчания и Грибоедовского ЗАГСа, что они раз... Ну, я не знаю, может быть, это опять же сплетни, но похоже на правду. Поскольку он ей очень обязан, ну, я объяснил вам, чем. Свадьбы это дело наживное, а захапать государственный театр с финансированием, это вам не фунт изюму. Он ей очень обязан. Во-первых. Во-вторых, они несопоставимы по уровню, уже все посчитали. И, да, оказалась очень не в пользу жениха, даже с учетом его новой должности. Все равно она один из самых популярных блогеров. Она невероятно богата и продолжает становиться еще богаче. Чего не скажешь о женихе, хоть она его и устроила на хорошую должность. Ну, в общем, как бы, якобы то, что я слышал от коллег по шоу-бизнесу, но все это на уровне Ириды. В нем не она инициатор, а он. Ну, то есть он попритворялся сколько мог. Но, видимо, притворяться дальше уже как-то не очень хочется. Итак, смотрим гороскоп Ксении Анатольевны. А вообще, коллеги, мы же только недавно Феррис Филтон разбирали, помните? Ну, еще раз смотрели, искали дедушку. Это то же самое. Это то, что она и маме объясняет. Ее мама, она тоже государственный человек, сенатор от какой-то там республики Нарусова. И с мамой у нее тяжелое отношение. У нее Луна в 12-м доме. Она считает маму тиранкой, что мама все детство ее, значит, вот не давала развернуться. А мама говорила, да ты чудовище. Я пыталась хоть как-то тебя обуздать, сдержать. Вот, и в очередной раз ее эти все, эти вот эти ее, типа, катопалка, она маме объясняет. Ну, ты думай современно. Ты думай по Эриде. Ну, как Пэрис Хилтон деду пыталась объяснить. Что эти все выходки, они все потом выливают. Это все тот театр, который приносит, да, большие деньги. Что ради этого я еще и не тому сделаю. Кстати, и сделала. Там, помните, на свадьбе есть, ну, эту фотографию не буду показывать. На свадьбе есть обязательный танец, ну, этих, белых лебедей, да. И Ксения, слышали, да? Видели даже. Танец был в оригинальном формате молодых. Танец был в стиле ню. Ню-ню. То есть, Ксения Анатольевна продемонстрировала гостям, что даже в своей 38, она, кстати, на узлах сейчас, она, как Пэрис Хилтон, она может показать свою ню, и пускай все завидуют. Родители молодого, в корочке, молодой-то у нас постарше, и так, да. Родители молодого зал покинули. То есть, родители молодого, у него, кстати, хороший папа с мамой, очень приличные люди, родители молодого, вот, зал покинули, мама осталась. Потому что мама и не к такому привыкла. Да, ее имеется в виду. Ее мама. Кстати, ее мама регулярно ей предъявляют претензию, ты опять там своими выходками меня ссоришь с Путиным. Потому что, ну, как бы все так тонко, и никому бы не понравилось, если бы ему напоминали, кто кому чем в жизни обязан. А Ксения Анатольевна это всегда открыто всем напоминает, что он был у папы в деньщиках и, так сказать, исполнял папины поручения. Поэтому я ездила на катафалках и буду ездить дальше. И вообще буду делать все, что я хочу. И никто мне не указал. Коллеги, смотрим Наталью, как ли? Итак, поехали. Ксения, Ксения Собчак. Нет, я еще раз хочу сказать, я к ней отношусь с большой симпатией. Мы даже заочно немножко знакомы, но каким образом она одно время была редактором журнала и велела редакторам, чтобы обязательно они там разместили мой материал. Ну, был такой момент. То есть она к астрологии относится с большим уважением. Вообще, вообще, начнем с того, что вот она участвовала в выборах. Помните, мы считали харизму Путина, сколько там много было баллов и говорили, плюс он силовик, теперь вы это тоже знаете, что другой человек, ну вместо Путина, найдите гороскоп, чтобы тоже был силовик и тоже много баллов харизмы. Не так-то это просто. У Ксении Собчак ковида 1 балл, это я харизму считаю, седьмой дом переполнен планетами, а седьмой дом отвечает за брак и за харизму. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и две планеты в десятом. Десять, одиннадцать. У нее одиннадцать баллов харизмы. У нее харизмы больше, чем у Путина. Больше, чем. И она, видимо, об этом знает. Одиннадцать баллов харизмы. Теперь по вопросу ее Марса. Нет у нее Марс не злой. Где у нее Марс? В дереве. Поэтому все мужчины, с которыми она так или иначе дружила и дружит, они, но они не плохиши, как правило, а плохиши, правда, там тоже были, но это не важно. У нее не злой Марс, и они от этой дружбы имеют то... Вред или пользу? Пользу. Вот тот же Богомолов, если они сейчас действительно расстанутся, хотя не прошло месяца, все равно театр у него никто и никогда, который она выхлопотала ему, никто и никогда не отберет. И будет он, как вот эти вот все, как Марк Захаров и прочие, до конца своих дней сидеть на этом театре. А это, извините, неплохо. Поэтому Марс у нее не злой, она мужчин не сжигает, она просто устраивает с ними такое вот шоу. Такое вот шоу. Совсем не злой Марс. И, кстати, мужчины ей особо вообще не нужно. Венера в стрельце. Напомните мне, это какая Венера? Венера в стрельце. Венера в стрельце. Венера в стрельце. И не в деве. То есть она без придури. Все эти катафалки, это все продуманный. Не от бесовства Венеры, а абсолютно продуманный пиар. Пиар. Она как Перис Хилтон. Их и сравнивают часто. Только Хилтон в Америке, а Сорчак наша российская. Это все акции для поднятия. И так типа харизмы много. Пусть ее будет еще больше. Потому что, коллеги, у пиара свои законы. Они нигде ни в одном учебнике не написаны. Но когда-то, работая на телевидении, а моя личная жизнь связана много с телевидением, эти законы мне удалось понять. Не бывает плохой популярности или хорошей. Бывает или наличие популярности, или о тебе... Никто не знает. Ты все, а никто не знает, сейчас эпоха Ириды. Все, туши свет. Ты никуда не продвинешься. Следующий пункт правила. Насчет плохой и хорошей. Оказывается, хорошая популярность плохо работает. А хорошо работает плохая популярность. Потому что в людях много негатива. И когда про кого-то рассказывают, что она там белая и пушистая, это ничего, кроме раздражения, не вызывает. А когда человек в скандальных историях, вот это то, что надо. И политики, кто знает это, региональные, бывало такое, они специально сами вбрасывали перед выборами про себя компромат. Сами. Ну, какую-нибудь статью, где рассказывалось, что они не хорошие, а такие-сяки. Поняли, для чего она, якобы, как все возмутились, надругательство, храм этот надо сжечь. На катапалке приехала на венчание. Да это же все специально, это та самая. Ну, как еще, чтобы тебе еще хуже говорить? Что еще сделать? Ну, только поджечь остается этот храм. Зато идет то, ради чего это делается. То, ради чего. А делается это для повышения своего пиар-рейтинга, а он выливается в деньги. Понятно или нет? Понятно. А как на человеке это отражается? Как на человеке отражается? Человек становится еще богаче. Еще богаче. Я понимаю, вы о душе хотите поговорить? Коллеги, это другой разговор. Я сейчас объяснил вам. Вы поняли, Венера у нее, она вот по мужикам, да, вот один, другой, третий. Да нет, у нее Венера в стрельце. Поняли или нет? Они не нужны ей. Это все большой-большой спектакль. И не вредит она им. Марс у нее не злой. Не вредит она им. Да, да. У меня вопрос. Так это же карта по рождению, а вот она на Марс не переехала. На каризм она изменится? Нет, ну это правильно, релокацию надо делать. Но мы все равно отталкиваемся всегда от натальных цифр. В любом случае они остаются. А теперь, коллеги, вы поняли, что Ксения все это придумала. И все это делается нарочно и специально. И вообще у нее такие злые планеты в седьмом доме, у нее ни один брак, ни один хорошим не будет. Таким людям вообще желательно браки официальные не заключать.